Привет! Вы держите в руках, вернее, засунули в ваш магнитофон первую часть лучших анекдотов в пересказе романа Трахтенберга. Это первая из четырех возможных частей. Все остальное, что вы увидите в продаже, это пиратская подделка. Желаю вам приятно провести время, общаясь со мной. Субтитры делал DimaTorzok Мужик купил петуха. В первый день петух выебал всех курей, на второй день выебал всех уток, гусынь, индюшек. Мужик смотрит на такие чудеса и думает, помрет петушок, не бережет себя. На следующий день выходит во двор, смотрит, тот валяется в лужи, вокруг него собираются вороны. Он подходит к петуху и говорит, ну чё ж ты, бля, молодо, зелено, нужно было экономить силы. Петух открывает один глаз и говорит, сука, ворон вспугнешь, тебя выебу. У мужика петух стал старый, перестал топтать курей. Он покупает одного петуха, а тот какой-то тоже немощный, второго покупает, тоже чахлый. Купил третий, вроде молодой петух, бодрый. Тот в курятник заскочил и давай топтать кур, а одну за одной, а одну за одной. К нему подходит старый петух и говорит, ну чё ты выебываешься, мальчик, ты чё, молодой. Тот говорит, молодой, но, блядь, сильный. Ну, говорит, да, блядь, сильный, блядь, ну догонишь меня, давай, уступлю тебе своё место. Тот говорит, побежали. Старый бежит, за ним молодой. Мужик смотрит и говорит, блядь, и с этим не повезло, вот, блядь, какой-то пидарас оказался. В застойные времена в кулинарии лежат курицы. Два, так сказать, отдела, в одном лежат наши курицы, в другом заграничные. Вот, заграничная смотрит на нашу и говорит, ну какая-то ты вся мерзкая, синенькая, волоски с тебя торчат, просто смотреть противно. Русская говорит, зато я умерла своей смертью. Петух приехал из деревни к своему городскому собрату и говорит, слушай, пойдём кур, блядь, топтать. Он говорит, да стоит ли, тут же жизнь такая размеренная. Он говорит, ну, блядь, пойдём спиздим зерна, поклюём. Говорит, стоит ли. Может, пойдём в кулинарию на голых вап посмотрим. Сидят два бегемотика и вяжут шапочки. Мимо плывёт крокодил и говорит, ребята, не подскажете, Африка в какой стороне? Один говорит, налево. Крокодил уплывает. Второй бегемот обращается к первому и говорит, слушай, ну нахуя ж ты ему спиздил? Африка-то направо. Он говорит, а нахуя ты мне вчера шапочку распустил? Сидят наркоманы на берегу реки, тянут косячок. Подъезжает джип и говорит, ребята, где здесь брод? Один говорит, вон здесь. Джип съезжает с берега и по воде, по воде. Раз, утонул. Новый русский еле-еле выплыл. Подбегает и говорит, суки, вы что напиздели нам? Он говорит, не знаем, вот полчаса до вас тут утки переходили речку в брод. Им было по пояс. Сидят два наркомана, смотрят, идёт мужик с таксой. Один говорит, смотри, какая интересная собачка. Ножки коротенькие, коротенькие. Второй говорит, да ладно, по-моему, до земли достают. В Австралию приехала группа российских туристов. Им предлагают купить сувениры. И вот лежит бумажник. Два бумажника по разным ценам из крокодила. Один стоит 100 долларов, другой 1000 долларов. Одна женщина не выдержала и спрашивает, скажите, пожалуйста, ну в чём же разница? Ну два совершенно идентичных бумажника. Один 100 долларов, другой 1000 долларов. Продавец говорит, видите ли, мэм, один сделан из кожи крокодила, а другой из кожи члена крокодила. И при лёгком поглаживании превращается в элегантный чемодан. Товарищ милиционер, по этой улице ходить не опасно? Было бы опасно, хуй бы я здесь стоял. Молодой милиционер пришёл устраиваться в органы, его приняли на работу. Проходит месяц, два, три, он не приходит за зарплатой. Старый майор вызывает его к себе и говорит, ты что же, сука, за зарплатой не приходишь? Не нужна, что ли? Он говорит, зарплата? Я думал, так, дали пистолет и крутить как хочешь. Штирлиц шёл по улице, навстречу ему шла толпа мужчин арабского вида с бородами и в челмах. Лётчики, подумал, Штирлиц. Две подруги встречаются, одна другой жалуется. Мой муж перестал на меня обращать внимание. Он всё время думает только о своей маме. Что бы я ни сделал, он говорит, мама бы сделала по-другому, мама бы приготовила по-другому. Мама, 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 мне это надоело. Вторая говорит, ты сделай так, купи себе сексуальное нижнее бельё, встань в дверях и жди супруга. Она купила себе чёрные трусики, чёрный лифчик, чёрные чулочки, стоит в дверях, ждёт благоверного. Тот открывает дверь и говорит, с мамой что-то случилось? Любовник с любовницей лежат в постели, вдруг звонок. Она говорит, муж, он говорит, что делать? Она говорит, давай я тебе поставлю на кухню, будешь статуей. Он говорит, ну давай. Стоит статуя на кухне, муж заходит, а жена говорит, вот статую купил себе для дома, для семьи. Я у Ивановых слышал, появилась такая статуя, очень охуенно, я решил и нам тоже купить. Муж говорит, хорошо, короче, поели, попили, легли спать, ночью мужик встаёт, идёт на кухню, открывает холодильник, делает бутерброд, даёт статуи, говорит, на, поешь, бля. Я у Ивановых, бля, два дня стоял, ни одна сука не догадалась меня накормить. Любовник с любовницей лежат, в постели вдруг звонок, она говорит, блядь, муж, что делать? Он говорит, блядь, я не знаю, что, прыгать, бля, высоко. Она говорит, беги на кухню, блядь, гладь бельё. Он стоит, хуячит бельё, муж заходит и говорит, бля, всё в порядке, бюро бытовых услуг, вот, погладить пришли. Ну вот, на следующий день мужик приходит в контору и рассказывает друзьям, так и так, блядь, вот вчера, ёб, любовницу, блядь, и там муж пришёл, блядь, стоял нахуй, два часа, блядь, гладил бельё. Второй говорит, это было на гороху и в доме 13? Ты говорит, да откуда ты знаешь? А я, говорит, позавчера там всё бельё перестирал. Звери собрались на пьянку. Устроили красивый пикник, разложили жратву, закуски, выпивку. Только врезали по первой, появляется свинья. Одной ногой в корыто с салатом, хуякс, второй ногой в корыто с винегретом, хуякс. Жопа села на селёдку под шубой. Звери говорит, свинья, бля, у тебя нихуя нет культуры. Пошла ты, блядь, нахуй отсюда. Свинья обиделась, ушла, приходит домой, стоит перед зеркалом, смотрит. И говорит, ну нет, у меня культуры. Зато красоты, да хуякс. Собрался конгресс женщин. На повестке дня три вопроса. Первое. Носить совсем нечего. Второе. Мужики совсем охуели. Третье. Разное. На женском конгрессе стоит представитель принимающей стороны. И говорит, так, пожалуйста, те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Те, кто изменял мужу налево, те, кто не изменял мужу направо. Одна женщина подходит и говорит, а мне куда? Она говорит, бля, кто вы? Я проститутка. А, вам в президиум. Встречаются две подруги старых проститутки. Одна говорит, ты пенсию получаешь? Она говорит, да. Сколько? Тысячу рублей. А ты сколько? А я, говорит, 800. Странно. А, ты когда хуй сосала, глотала? Она говорит, да. У вас себя за питание высчитывали. Мамаша с маленьким ребенком приходит к врачу. Врач говорит, на что жалуетесь? Она говорит, мой ребенок кашляет, чихает, чешется, какая-то сыпь по телу пошла. Врач говорит, мамаша, раздевайтесь. Она говорит, нет, вы не поняли, больна не я, а мой ребенок. Говорит, я все прекрасно понял, чем такого лечить, легче нового сделать. Мамаша с 16-летней дочерью приходит к врачу-гинекологу. Говорит, вы знаете, у моей дочери какое-то странное заболевание. По утрам ее тошнит, все время хочется солененького, голова кружится. Врач осмотрел и говорит, вы знаете, она беременна. Мать говорит, да ладно, вы что, моя Леночка, никогда в жизни. Она вообще на парней не смотрит. Леночка, правда? Лена говорит, да, конечно, никогда в жизни. Даже не знаю, как это делается. Врач подходит к окну и долго смотрит вдаль. Мать не выдерживает и говорит, что вы там смотрите? Он говорит, обычно в таких случаях на востоке должна взойти звезда, и три мудреца должны нести дары. Старая бабка приходит в поликлинику к гинекологу. Он ее осматривает, молодой парень. Бабка уходит, через пять минут возвращается, открывает дверь. И говорит, слушай, а твоя мать-то знает, чем ты здесь занимаешься? Собрались как-то три друга, чтобы выпить. Выпили по одной, по второй, по третий. Один замешкался. Друзья говорят, пей. Говорит, не могу. Говорит, пей. Говорит, не могу. Говорит, ну почему не можешь? Вырвет. Они говорят, да ладно, кто вырвет? Здесь все свои. Муж на кочерге возвращается домой. Жена говорит, где ты, сука, был? Он говорит, на кладбище. Она говорит, что, кто-то умер? Он говорит, ты не поверишь, там все умерли. Муж возвращается домой после попойки. Жена спрашивает, где был? Он говорит, у Иванова. Он говорит, что делали? В шахматы играл. Говорит, а почему-то у тебя водкой пахнет. А чем от меня шахматами, что ли, должно пахнуть? Муж после попойки возвращается домой. Жена спрашивает, где ты был? Он говорит, дорогая, у нас тут в соседнем баре проводился конкурс на то, кто больше выпьет водки. Она говорит, ты кто занял второе место? Муж с женой прочитали в газете объявление, что в одном известном клубе проводится конкурс на самый длинный хуй. Муж, зная размеры своего агрегата, собирается. Жена говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Он говорит, бля, как не пойду? Я нахуй приз заработаю. Она говорит, нет, ты никуда не пойдешь. Ну вот, муж под каким-то предлогом свалил из дома. Вечером возвращается с огромным призом. Жена говорит, ты ходил туда? Он говорит, ходил. Раздевался. Он говорит, нет, дорогая, я весь хуй не показывал. Только на ту длину, чтобы заработать приз. Мужик приходит в бар, смотрит там на столе какие-то такие зарубки. Он обращается к бармену и спрашивает, что это за зарубки? А тут, говорит, вчера два олигофрена приходили, хуями мерились. Вот одна зарубка, это длина одного члена, а вторая, это длина другого члена. Мужик говорит, нихуя есть такие маленькие. Достает хуй, выкладывает. И говорит, смотрите, у меня длиннее. Она говорит, нет, они мерились с другой стороны стола. Муж обращается к жене и говорит, дорогая, ты, наверное, уже слышала про эту контору? Она говорит, про какую контору? Ну, где хуи делают, какие хочешь? Она говорит, да ты что, а сколько стоит? Говорит, пять рублей. Она говорит, и что делают? Ну, говорит, можно сделать длинный, толстый, кривой, как хочешь. Она говорит, на тебе пять рублей, скажи, чтобы сделали длинный, длинный. Она говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой. На тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали толстый-толстый. Он говорит, спасибо, дорогая. Она говорит, стой, на тебе еще 5 рублей, скажи, чтобы сделали кривой-кривой. Он говорит, спасибо, дорогая. Уходит, вечером возвращается на кочерге. Жена говорит, ну, что, сделали? Он говорит, сделали. Длинный-длинный, толстый-толстый. Стали гнуть, сломался. Отец подготавливает сына перед первой брачной ночью. И говорит, сынок, короче, как только вы разденетесь, ты встань с кровати, встань перед своей женой и начинай яростно дрочить. Сын говорит, нахуя? А чтобы она с первого дня знала, что ты прекрасно можешь обходиться и без нее. Двое друзей встречаются, один другого спрашивает, Васька, слушай, тебя жена никогда не ловила в туалете, когда ты дрочил? Он говорит, нет. Правда, охуенное место? Венебух приходит к Пятачку и видит, у него на стене висит такая схема разделки туши. Он говорит, Пятачок, что это? Он говорит, мой портрет. Он говорит, что-то странный. Этот художник, он так видит. Встречаются двое друзей, один другому говорит, слушай, я вчера был на выставке и полтора часа простоял около твоей картины. Он говорит, так понравилось? Он говорит, нет, к остальным было не пробиться. Мужик из молдавского селения приехал в Петербург. Бродит по Эрмитажу, отбился от группы, потерялся. Ищет их полчаса, час, никак не может найти. Заходит в какой-то зал, там авангард выставлен. И смотрит, стоит мужчина и восхищается. Как это прекрасно, какая чистота цвета, какая точность и изящество линий. Мужик к нему подходит и говорит, извините, а вы когда-нибудь ебали ежа? Тут на него поворачивается и говорит, нет, а почему вы спрашиваете? Он говорит, ну я слушаю, вы какую-то хуйню говорите. И я решил тоже хуйню сказать. Мужик гуляет по Эрмитажу, смотрит, перед одной картиной стоит человек, очень изящно одетый, и восхищается. Какая прелесть, какая чистота форм. Он к нему подходит и говорит, вы художник? Он говорит, нет, я педераз, ну какая прекрасная картина. Владимир Ильич Ленин и Надежда Константиновна Крупская любили вечерком сесть у камина и на два голоса выводить интернационал. И так у них, знаете ли, такая вененькая получалась. Шушенская, маленькая избушка, в окне свет зеленой лампы. Под лампой с зеленым абажуром сидит вождь мирового пролетариата и что-то пишет. Вдруг он отвлекается от своих дел и кричит, Надюша! Да, слышится голос из кухни, хуйна! И вновь скрипело перо великого учителя всех времен и народов. Надежда Константиновна подходит к Владимиру Ильичу и говорит, Вовочка, что ты пишешь? Мандаты, Наденька. Сам ты, говорит, хуй, лысый Вовочка, блин. Муж с женой заходят в аптеку, там выставлены презервативы олимпийские, золотые, серебряные, бронзовые. Муж спрашивает, какой возьмем? Наверное, золотой. Жена говорит, возьми серебряное, хоть раз приди к финише вторым. Встречаются две подруги, одна из них недавно вышла замуж и очень печальная. Вторая спрашивает, что такая печальная? Ну, что-то в семейной жизни не клеится. Так, говорит, ну как не клеится? Ты же вроде вышла замуж за спортсмена. Вторая говорит, ну да, за спортсмена. Но я же не знал, что он мастер спорта по скоростному спуску. На олимпийских соревнованиях одного из боксеров сняли соревнование, так как нашли у него в крови допинг. Делать нечего, нужно спасать честь России. И выставили дядю Васю, колхозного кузнеца. Он говорит, да ребята, я не хочу. Ему говорит, блядь, простой хотя бы один раунд, мы тебе машину подарим. Он говорит, охуенно. Тот его пиздит, дядя Ваня стоит. Первый раунд закончился, ему говорит, еще раунд простоишь, блядь, мы тебе нахуй калоши подарим. Он говорит, блядь, за калоши два раунда, просто два раунда его пиздит, он стоит. Ему говорит, слушай, ну еще раунд один, продержись, блядь, мы тебе квартиру подарим. Идет еще один раунд, блядь, вот, пиздит, он стоит. Ему говорит, еще один раунд, продержись, мы тебе дачу построим. Он говорит, не, нахуй, сейчас я его пиздить начну. Мужик приходит к врачу и говорит, доктор, вы знаете, когда я занимаюсь сексом с женой, у него почему-то колет в боку. Он говорит, ну давайте жену посмотрю. Посмотрел, говорит, не, вроде все в порядке, давайте Васу смотрю. Тот снимает штаны, у него хуй такой ниже колена. Он говорит, еб твою мать, вам нужно лошадей ебать. Он говорит, лошади дохнут, а у жены только в боку колет. Муж говорит, жену трахнуться противоестественным способом. Она говорит, ну, бля, слушай, мы вроде все уже пробовали. Он говорит, дайте в ухо выебу. Она говорит, не, в ухо нельзя, я же оглохну. Он говорит, блядь, за 20 лет же не охрипло бы. К Мойше прибегает, а Абрама кричит, Мойше, Мойше, пока ты здесь работаешь, там твою саму ебут. А он говорит, кто? Он говорит, такой рыжий, с золотыми зубами. А, говорит, это Шендерович, бля, он всех ебет. Евреи жалуются друзьям, говорит, ну, я очень плохой любовник. Во-первых, когда я ебу, я очень быстро устаю. А во-вторых, после меня всегда приходится переебывать. Жена рассказывает мужу, говорит, вчера приходил наш сосед Васька, такой мне анекдот рассказал, я чуть с кровати не ебнулась. Маленький мальчик из смешанной семьи, где мама еврейка, а папа русский, сидит в школе в глубоком раздумье. Его спрашивают, о чем ты думаешь? Он говорит, вот будет 23 февраля, нам будут подарки дарить. Вот я и думаю, сломать его или загнать кому-нибудь. Изя, откуда у тебя такие чудные часы? Это мне папа перед смертью продал. Стоит мужик на кладбище около могилы своей тещи и громко причитает, пусть земля тебе будет пухом, пусть земля тебе будет пухом. К ним подходит его друг и говорит, что ты делаешь? Блин, ты же ее ненавидел всю жизнь. Говорит, я знаю, у нее на пух была аллергия. Похороны тещи все подходят, гладят ее по руке и отходят. Зять подошел, наклонился головой к ней и долго-долго не отходит от гроба. Друзья говорит, что ты делаешь? Ты же ее никогда не любил. Он говорит, блядь, я вчера перепил. Так хуево, она такая холодная. Похороны тещи. Все идут с цветами и только зять без ничего. Все подходят, кладут цветы в изголовье. Зять подходит, достает, сникерс кладет. Друзья говорят, ты что, ебнулся? Он говорит, я очень торопился бы. Цветов в округе не было. Я ей сникерс купил. Жена у изголовья умирающего мужа. Говорит, дорогой, ты умираешь? Я хотел бы тебе покаяться в грехах. Он говорит, может, не надо? Она говорит, нет, я хочу, чтобы ты все знал. Ты, наверное, не знал, но ко мне за все годы нашей жизни каждый день шастал наш сосед, дядя Вася. Он говорит, да я знал. Хули ты знал? Ты, добрая душа, думал, что он ходит меня ебать. А он в твоем подвале твое винище хлистал. Мужика судят за самогон и варенье. Он говорит, я, господа, не варил самогон. Ему говорит, как не варили, когда мы нашли у вас самогонный аппарат? Он говорит, ну не варил. Аппарат был, а варить не варил. Ему говорит, это не оправдание. Тогда он снимает штаны и говорит, дайте меня нахуй, судите за изнасилование. Ему говорит, ты же никого не изнасиловал. Он говорит, изнасиловать не изнасиловал, но аппарат-то есть. Мужик варит самогон, у него закончилась вода. Он хуякс к колодцу. Возвращается, смотрит, там сидят менты около самогонного аппарата. Говорит, ну что, блядь, пришел. Хуякс, судебное разбирательство. И вот, значит, спрашивают, ну расскажите, как было дело. Он говорит, я возвращаюсь с работы, смотрю, у меня из дверей дым валит. Я думал, пожар. Я бегом к колодцу за водой, прибегаю, смотрю, там сидят два мента, и у меня в квартире гонит самогон. Сидят два наркомана, курят косяк. К ним подъезжает Бобик, загружают их в машину, везут в обезьянник. Они там два дня сидят. Потом еще сидят две недели в КПЗ, судебное разбирательство. Судья говорит, ну что, представляется последнее слово обвиняемым. Один наркоман поднимает глаза и говорит, опа, менты. Пивовар Иван Таранов любил пиво Пит, водку Жрат и Баб Ебат. На конгрессе пивоваров собираются все ведущие представители пивных компаний. Вечером после колоквима собираются в баре. Представитель пива Бэкс заказывает Бэкс. Представитель пива Лёвин Брой заказывает Лёвин Брой. Представитель Гиннесса заказывает попсиколку. Они на него смотрят с недоумением. Говорят, а чего ты заказал попсиколку? Он говорит, а я из солидарности. Вы пиво не пьете, я не буду. С пивного завода приходят друзья к жене своего друга. И говорят, вы знаете, ваш муж утонул в чане с пивом. Она говорит, блядь. Надеюсь, он недолго мучился. Не, он говорит, пару раз еще вылезал по садьбе. В пивной ларек засовывается курчавая негритянская голова и спрашивает, пиво есть? Я говорю, какое, эфиопское, что ли? Он говорит, нет, наше, донское. Говорит, не, хлопчик, не завезли. В лесу шухер. Звери бегут из одного края леса в другой. Потом обратно. Потом снова в эту сторону. Потом снова обратно. Сидит Багира и спрашивает у Балу, а что это происходит? Он говорит, это Маугли от армии косит. Сидит Маугли и Багира. Маугли говорит, Багира, а я могу достать вот тот кокосовый орех? Она говорит, да, Маугли. Он говорит, и вот тот, который повыше, тоже могу достать? Она говорит, да, Маугли. Он говорит, и тот, который на макушке, тоже могу достать? Она говорит, да, Маугли. Я же мать двоих детей. Он говорит, а я отец сорока кроликов, блядь. Нахуй быстро вылезай, рви траву, кормить нечем. Таксист едет по горной дороге, смотрит, тормозит монашка. Он ее сажает, монашка едет и бурчит себе под нос. Хорошо вам таксистам. На небе солнце, в руках баранка. А нам в монастыре не поебаться, не выпить. Он говорит, деточка, давай я тебе помогу. Она говорит, у нас очень злая мать-настоятельница, поэтому можно только в жопу. Он говорит, ну ладно, в жопу так в жопу. Отпердолил ее раза два-три. Еду дальше, монашка прочитает. Хорошо вам таксистам. На небе солнце, в руках баранка. А нам, пидорасам, то в монашку переодеваемся. Едет в автобусе хиппи, заходит контролер, проверяет билеты. У хиппи денег нет. Тот говорит, ну что, пиздец, я поведу в отделение. Тот говорит, ну не ведите, у меня денег нет. Он говорит, ну ладно, ты мне должен только оказать тогда одну услугу. Тот говорит, какую? У меня есть знакомая монашка, им запрещено в монастыре ебаться. Поэтому, блин, они прибегают с этим уловком. Сегодня приходи в полночь на кладбище. Помоги, тетке, я тебя отпущу. Хиппи говорит, конечно, помогать людям это практически моя профессия. А полночь глухой он приходит на кладбище, смотрит монашка. Он ебет ее два часа, собирается уходить. Монашка поворачивается и говорит, только в следующий раз нужно платить за проезд. Тот говорит, откуда ты знаешь? Говорит, откуда, откуда? Встречаются два музыканта. Один другому хвастается. Я записал новый альбом. Тот говорит, продал? Он говорит, ага, машину, квартиру, дачу. Сидит старый рыболов, ловит рыбу. У него клев какой-то удивительный. Только закинь, сразу вытаскивает. Только закинь, сразу вытаскивает. Молодой к нему подходит и говорит, дед, на что ты ловишь? На мотыля. Тот говорит, еб ты мать. На следующий день приходит, на мотыля ловит, вообще ничего не берет. А у деда опять клев потрясающий. Только закинь, сразу вытаскивает. Дед говорит, а ты сейчас на что ловишь? Он говорит, сейчас на червя. Говорит, дед, а как ты ориентируешься? Когда на мотыля, когда на червя? Он говорит, вот с утра встаю, если хуй налево лежит, на мотыля. Если направо, значит на червя. Он говорит, а если стоит? А если стоит, нахуй мне нужна рыбалка. С утра муж собирается на рыбалку, жену в щечку. Он говорит, пойду-ка я на рыбалку. Она говорит, не ходи, холодно, мокро. Он говорит, не-не, пойду на рыбалку. Вышел на улицу, постоял, смотрит, действительно, бля, холодно, блядь, мокро, дождь. Думает, нахуй, не пойду на рыбалку. Возвращается в квартиру, раздевается к жене под одеяло. Хуякс. Она говорит, холодно на улице? Он говорит, холодно. Там мой-то дурак на рыбалку поехал. Один мужик очень любил свою жену, и никак поэтому с друзьями не мог ездить на рыбалку. Вдруг ему говорит, ты с женой живешь уже 20 лет. Вот ты с утра, бля, откини одеяло, посмотри на ее жопу, скажи, еб ты мать, ну и жопа. И вперед с нами на рыбалку. Кто говорит, отлично, наверное, поможет. С утра просыпается, одеяло откидывает, смотрит, ну и жопа. Блин, нахуй мне нужна эта рыбалка. Два пидораса ебутся на лесной опушке. Один говорит, подожди, я пойду, а как? Уходит в кусты, а второй слышит через некоторое время такой крик. Он прибегает, смотрит, говорит, что случилось? Он говорит, я родил. Кого ты родил? Вот я не знаю, такой маленький, смотри, маленькие глазки. Маленькие ручки, маленькие ножки. Второй посмотрел, говорит, ну ты, говорит, мудак, ты просто на лягушку насрал. Поручик Ржевский приходит к днечку и говорит, у тебя есть какой-нибудь каламбурчик? Он говорит, есть. Вот какая, например, разница между парикмахером и херувимом? Он говорит, какая? Как ты не понимаешь? У одного хер сзади, а у другого хер спереди. Понятно? Он говорит, блин, заебись. Приходит на вечеринку, говорит, спода, говорит, у меня есть свежий каламбур. Все обступили, говорит, ну, поручик, давайте. Он говорит, какая разница между цирюльником и ангелом? Все говорят, блядь, какая поручик? Он говорит, я не помню точно, но кого-то из них хуй сбоку. На танковых учениях стоит генерал и по рации передает. Первый пошел, первый танк пошел. Второй пошел, второй пошел. Третий пошел, третий стоит на месте. Он говорит, третий пошел, тот стоит на месте. Он говорит, третий пошел. Открывается люк, оттуда вылезает Чукча и говорит, командиры, блядь, не поверишь, шапка разговаривает. Сидят два наркомана в окопе. Закончились патроны. Танковая атака. И вот один танк прорывается через все заграждения и останавливается прямо перед окопом. Они думают, хули делают-то? Сейчас ебнет. Забивает косяк, курит. Танк стоит. Они докурили один косяк, докурили второй. Ну, чувствуют там, все, пиздец. Что ждать-то? Стучатся в танк. Говорят, ребята, хули вы не стреляете? Патроны, что ли, закончились? Они говорят, не. Дуло забито. Говорят, а нахуя? А чтоб кумар не выходил. В один банк забегает грабитель с автоматом. Начинает всех мочить. Там горы трупов. Он говорит, деньги быстро. Деньги быстро. Там ему собирают деньги. Вдруг звонок президенту банка. И говорят, к вам забежал грабитель. Это сумасшедший. Он спидел у охранника автомат. Ему надо подойти. И так тихонько сказать. Пиф-паф. Он сразу упадет. Я думаю, нихуя себе. Значит, выбрали самого смелого охранника. Он подходит так. Пиф-паф. Тот падает. Все радостные. И тут грабитель так встает и говорит. И тут я как бы из последних сил. Тра-та-та-та-та. Перекличка на плацу. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восемь. Рапорщик говорит, еб ты мать. Я вам покажу, бля, как правильно по-русски говорить. Три круга вокруг плаца. Все побежали. По порядку номеров рассчитайся. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восемь. Еб ты мать. Пять кругов вокруг плаца. побежали запахались стоят по порядку номеров рассчитать 1 2 3 4 5 6 7 блять ебаная жизнь 8 перекличка в армии иванов я петров я сидоров я 3030 3030 товарищ командир сколько раз говорит мне 3030 зо зо перекличка в армии иванов я петров я сидоров я гога беридзе гога беридзе они гога беридзе я король грузии хуй того король грузии бильдыев однако не бильдыев а король чукотки хуй с тобой блять король чукотки бильдыев я расчет окончен на следующий день перекличка иванов я петров я сидоров я король грузии гога беридзе я король чукотки бильдыев однако начальник теперь не король чукотки королеву грузии и и генерал приехал с инспекцией в одну воинскую часть ему все показывают он ходит вроде ему все нравится концепт подбегает ним полковник тоже генерал ну как в роте непорядок что непорядок будет в роте непорядок думаешь что же делать вызывает себе майор говорит в роте непорядок блять все нахуй чисто аккуратно вызывает к себе капитана говорит меня в роте как непорядок блять это что нахуй вызывает прапорщика зала жопинка только да я знаю что делать приносит бутылочку коньячка наливает стакашек генералу хуяк генерал запрокидывает вот теперь в роте порядок сын спрашивает у папы папа папа скажи пожалуйста а почему вот мы вчера письками мерились с мальчиками и у всех маленькие а вот такой большой хуище то будет не знаю сынок будет папа а вот смотри там никто не знает таблицу умножения а я знаю это почему потому что я твой сын не знаю болеть сынок папа папа а почему меня вот в армию призывают из третьего класса а все остальные учатся и им еще далеко до армии блять я не знаю наливай да пей встречаются двое друзей один говорит женился друзья как жена сука блять каждый вечер по барам по пивным по ресторанам по барам по пивным по ресторану тебя чё так пьет сильно да нет сука меня ищет маленький мальчик ищет своего папу наконец находит его в каком-то кабаке гай папка 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 ну мы пойдем домой он год иди сынок сюда наливает ему 100 грамм водки пей папка пойдем домой выпей пойду сын такой хуяк ой горько она ты с мамкой думаешь что мы здесь меды гоняем и папка пьет ему подходят ноги папка можно возьму бутылочку только зачем мамка сдаст ее хлебца купит в это набери чтобы без меня ели то поздно ночью отец возвращается на кочерге домой открывает дверь падает лестница он двигается в правую сторону падают какие-то клюшки обувь сыпется падают кастрюли утюги мать с сыном выглядят из комнаты ага тело были не спится без папки мужик идет по рельсам вдруг его сбивает трамвай и отрезанная голова катится 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 останавливаются около поребрика и произносит не хуйся за клевушком сходил у мужика вырос хуй стал метр длиной он пошел к врачу тебя обследовали блин не знаем почему на следующий день у него еще на 20 сантиметров вырос он по всем врачам никто ничего не знает через два месяца у него хуй длинный длинный бля он не знает что делать думать может отрезать пошел еще короче врач будет блять мы не знаем что делать он выходит из поликлиники закуривает сигарету к ним подходит друг говорит васька привет тихо то вы чего видишь дом напротив увы да мне кажется кого-то там ебу мужик приходит публичный дом ему вы знаете сейчас все женщины заняты у нас есть одна пятилетняя девочка если хотите он думает на были ебаться хочется делать не хуй ну вот как я девочки хуй такой достану делу бантиком завязал лег в постель заходит девочка он одеяло откидывает девочка нихуя себе пять лет живу три года и пусть такого не видел встречается два школьных друга один дегустатор на ликеро-водочном заводе другой могильщик у могильщик спрашивает у дегустатора как жизнь это хуена кардин бухаю был домой трезвый ближе 20 лет не приходил а у тебя как у меня горит тоже блин бывает чудеса вот например сегодня артиста хоронили на бис три раза выкапывали в камере сидят зэки и знакомиться приходит новый они спрашивают ты кто такой могут могильщик а за что посадили он будет до хранили нового русского зубы бриллиантовые на пальцах перстни одет шикарно гроб болит мореный дуб золотыми ручками я подумал блять один раз раскопаю на всю нахуй жизнь хватит ночью прихожу на кладбище с лопатой раскопал крышечку открыл только за перстень потянул а он мне в нос корочку контрольное захоронение сидит украинская семья за обедом сын читает книжку говорить мамцу да вися к слову смешно пидераст шо ци за слову я к мать говорит ну ци я к человек я к человек я к урод тут муж говорит галюту что взбесил и шаль урод это миньет а это у жопу муж жена и двое их детей сидят за столом и обедают мать наклоняется к уху отца и говорит слушай ебаться хочу вы тут поднимайся наверх а я за тобой мать такая ой говорит что-то я устал пойду-ка я вздремну раз по лесенке на второй этаж отец говорит так вы тут ешьте а я посмотрю что это мать решила не доедать то раз поднимается наверх миша и такой нах это же не будут говно жрать пойду-ка почитаю книжку поднимается на второй этаж потом стрелой слетает вниз садится и начинает хуячить болеть тоже вы что случилось а там папка тех кто не доедает в жопу ебет мать подготавливать свою дочь перед первой брачной ночью и говорит дорогушенька мужчины любят когда в женщине есть какая-то загадка поэтому полностью никогда не раздевайся и всегда будешь желанным для своего супруга проходит два года муж обращается к жене говорит дорогая скажи пожалуйста а у вас в роду ненормальных не было нет а почему-то спрашиваешь будет блять два года с тобой живем и все время ложишься спать в сапогах брокерская контора все приходят к 6 утра и хуячит до позднего вечера и только один в два часа дня встает прощается с ними и уходит целом неделя они никак не могли понять в чем дело в пятницу он пришел тоже к 6 утра ровно два часа со всеми попрощался собирается уходить его друзья становятся говорят так мы чуть не понял ты чё были крыши что ли съехал вот ребят извините я же в отпуск 98 год после кризиса второй день брокеры на бирже ходят или еле передвигают ноги один подходит к окну и говорит снег падает тишина в зале потом голос продавайте к новому русскому подходит директор бассейна и говорит мы к сожалению вынуждены вас больше не пускать в наш бассейн у нас приличное место то бы почему это вот потому что вы ссыте в бассейн в это были все суд да ну вы один с вышки тихая украинская ночь восьмилетний сынок просыпается и кричит мамцу вареников хочу она откуда же эти посреди ночи вареников то достану это откуда откуда а сами шлямкой аж сметана брыжет в одной семье была слепая девочка и у него по поводу слепоты развился комплекс неполноценности она все время жаловалась родителям что ей не докладывают в тарелке вот вы мне сколько дали а сами себе небось навалили целую гору они пошли к психоаналитику тот говорит а вы целый таз пельменей наварите и поставьте чтобы она поняла что вы ее любите они наварили целый таз пельменей поставили перед ней девочка ощупывает пельмени и блядь представляю сколько вы себе это навалили идут по лесу марс и сникерс навстречу им пикник ребята вы куда идете баути ебать в этой блять не ебите я ее выебал какую-то кукуруку поймал мужик в застойные времена заходит в магазин с трясущимися руками еле-еле отсчитывает деньги в кассу дает и говорит 362 кассиша спрашивает в какой отдел блять в кондитерский сын походит к отцу и говорит папа скажи пожалуйста что такое альтернатива сынок вот представьте тебе повезло и у тебя появились небольшие деньги ты завел себе птицы ферму стал разводить курицы курицы несутся приносят тебе доход в один момент ты приходишь и видишь что произошло наводнение и все курицы утонули понял огот нет папа что такое альтернатива сынок альтернатива это утки 19 век поезд москва санкт-петербург купе на третьей полке дрыхнет денщик на второй полке спит боевой генерал грудь в медалях напротив него поп внизу попадья с дочкой сверзается с третьей полке денщик будет больше благородие решите поссать в этой дерь спускается вниз поп и горит как же ему не стыдно вот вы боевой генерал грудь медалями украшена холм при вас спасать я святой человек лысину учением нажил а он при мне поссать жена мы подъехать честно и женщина девушка из-за меня вышла ни разу в жизни не изменяла а он при ней поссать генерал госпокойся папаша вернется внушение сделаю возвращается денщик ваш благородие решить доложить поссал ах ты ёб твою мать пиздоглазая мудоёбище я блять и кто хуй собачий ли генерал боевой грудь медалями расхуячена ты при мне поссать это тебе что за лупа конска на солнце блестит или лысина отца святого за дела наши блядские молчависти прием поссать это тебе кто блять подзаборная или жена отца святого целка из него вышедший пизду сосед не дававший ты при ей поссать это тебе кто потаскуха малолетний ли целка непорочная хуя во рту не державшая а ты блять при ей поссать ну-ка бля марш на третью полку и не ссать до самого петербурга пошел старик к морю ловить рыбку закинул не в ответ попалась одна золотая рыбка она говорит чё тебе надо бы на старче вы да лично мне нихуя не надо бабка хочет стать асом люфтваффе нихуя искала рыбка только хвостиком махнула возвращается старик к старухе видит сидит старуха а перед ней разбитый мессершмитт пошел старик ловить рыбку закинул мне вот попался одна золотая рыбка она говорит что-то хочешь он как лично мне ничего не надо пойду бабки узнать чего ей хочется приходит бабка говорит что ты горит хочешь она говорит послушать старик у нас вроде все есть всего до хуя так вот мы евреи живем в россии пускай сделать меня русской где-то возвращается к рыбке говорит были сделай ее русской хорошо нет возвращается к старухе смотрит пустой дом бабки нет у соседей служа где бабка пошла к евреям белье стирать кораблекрушение мужик держась за деревяшку какой-то выплывает на необитаемый остров живет там полтора года одичал питается кокосовыми орехами жрет сырую рыбу и вдруг его осенила мысль что может быть сплавать на какой-нибудь соседний остров может там кто есть он плывет смотри там баба баба его увидела обрадовалась и горько я здесь два года живу на ты где он когда я вот на соседнем острове ну вот иди ко мне у меня есть то чего ты так долго ждал обучу выход в интернет что ли сынок просит папу системного программиста рассказать ему на ночь сказочку тот рассказывает жил-был мужик который купил себе самый навороченный пейнтем записывающим сиди ромом с сабвуфер мы с домашним видео театром полный фарш купил себе лицензионных программ снова и папа как рецензионных программ список я же говорю это сказка сын обращается к папе говорит папа папа вот почему солнце светит и греет а луна светит то не греет вот почему почему я откуда знаю а вот почему мы руки моем а ноги нет 20 спрашивает у холмса холмс скажите пожалуйста а почему у женщин волосы на лапки такие мягкие шелковистые а мужчин колючие и жесткие я не знаю вас соседи давайте не отвлекайтесь в одессе идет процесс гувернантка дуня подала в суд за изнасилование на маленького мальчика моню которому она прислуживала в качестве адвоката мони выступает его мама поставила моню на стул и говорит граждане судей посмотрите на этого пятилетнего мальчика как он мог изнасиловать эту дуню снимать его штаны посмотрите вот что вот этой тютюлькой ее изнасиловал мони говорит мама перестаньте телебонить писю для процесс проиграем одному студенту негде было ночевать и он попросился к своему другу который работал ночным сторожем в морге ну хорошо ты вот здесь спит никого обычно не бывает только есть пожарник дядя вася он придет как будто не пугайся только хорошо спит 3 ночи слышит шаги бум 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 новый русский на пароме возвращается домой заходит таможенник играть наркотики есть под кровать чемодан где-то пожалуйста вот деньги валюта откроет старую чемодан вот пожалуйста вы это оружие тот скрывает 3 чемодан пожалуйста автомата пистолеты вот это ваша нет это ваша мое в трюме и новый русский возвращается на поезде домой к нему прибегает его пресс-секретарь и говорит села семенович там вот зашли таможенники лютуют с вашим багажом то говорит дай по бутылке коньяка бы пускать ебутся вот убегает через 10 минут возвращается в одни они не пьют он говорит на денег сними бледей пускай появился и отъебутся тот убегает через 15 минут возвращается не а что им бабы не нужны вот нами по штуке бака в каждому в нос сунь чтобы отъебались тут убегает не они скажут им деньги тоже не нужны благодаря так пить не пьют баб не ебут деньги нужны на и что сашка гоник ты их нахуй не какие-то не таможенники в маленький бар на окраине нью-йорка заходит старенький дедушка еврей за стойкой стоит негр будет нигер налей к водке тот наливает и говорит дедушка ну как же вам не стыдно зачем вы меня оскорблять ведь все могло быть наоборот ведь вы бы могли стоять на моем месте дедушка будет ну и что от этого бы нихуя не изменилось только ставите на мое место где-то стоит за стойку негр заходит и говорит эй ты блять жидовская морда плесни ко мне пиво пошел нахуй черно жопах не обслуживаем белый эмигрировал в юар ходит по иоганнесбургу думает чем бы заняться никаких развлекух нет смотрит идет белый он у вас радует и говорит слушай а как вы тут развлекаетесь говорит новенький да да как догадался блять да тут никаких развлекух нет кроме кинотеатра иди в кино того спасибо приходит в кинотеатр сможет стоит очередь из негров он пристроился в хвост стоит мимо идет белый горит новенький да как догадался блять бы кто же стоит за неграми в очереди ты иди в кассу тебе без очереди дадут билет приходит очень дают заходит в кинотеатр садится в партер сидит мимо идет белый играть на реки да вы да как догадался в дури башка на кто же сидит в партере мы белые сидим на балконе он залезает на балкон сидит приспичивал поссать он обращается к рядом сидящему белому вы слушай куда вы ходите поссать так ведь маленький да то вида как догадался да никуда мы не ходим мы сым прямо с балкона то да ты что растягивает ширинку и начинает ссать на голову внизу сидящего негра тот поднимает голову и говорит ты новенький что ли то вы да а как догадался ну ведь не надо все на меня ты разбрызгивай разбрызгивай у армянского радио спросили скажите а почему негры такие вонючие а чтобы слепые в тоже могли ненавидеть просыпается с утра жена толкает в бок мужа и горит дорогой мне сегодня приснился сон просто потрясающая елочка вся увешана хуями внизу маленький чуть повыше побольше огромный такой хуище на вершине может быть нам это был наверху что сам внизу висел но на следующий утро просыпается мужем и толкает жену локтем бога говорит служит дорогая дальше мне сегодня приснилась та же самая елочка только вместо хуев на ней висели пезды вот внизу маленький чуть повыше побольше и такая мохнатая красавица на вершине жена говорит но моя то внизу было он будет конечно в ней елка стояла кашпировскому приехали бандиты и говорят есть а крыш то он говорит нету будет будешь нам платить это сколько в 10 тысяч долларов в месяц он говорит нате обостритесь они ушли на целый месяц срут без остановки они приходят и говорит служи возьми двадцать сделал так чтобы мы не срали хорошо пацаны не срите они уходят раздулись как барабанная целый месяц не срут они приходят бы слушай вот я полтану сделать чтобы было все путем ребята все путем парень ты за базар отвечаешь конечно пацаны не ссыте старенькие анекдоты я люблю вообще старые анекдоты есть в моей коллекции так и классика жанр доктор у меня пизда воняет мыть не пробовали нахуй вонючий вот краткость сестра таланта в некотором роде трамвае стоит бабушка рядом с ней мальчик маленький бабушка достает табакерочку понюшку табака вправо наздрю матч будет будьте здоровы бабушка спасибо внучек берет опять табачку влево наздрю будьте здоровы бабушка глупый ты мальчик ведь я же чихаю не потому что больная а потому что табак нюхаю тогда бабушка все равно вы хоть хуй нюхайте а пионер должен быть всегда вежливым в эстонском метро объявление по селектору осторожно твери сокрываются следующая остановка о следующая остановка философский эстонский анекдот сидит парень в трамвае и дедушка такой инвалид с палочкой молодой человек вы бы уступили место зачем вот я вот между прочим в сорок втором ногу потерял так дед мы не пиздец ехал сидит опять наркоман а рядом бабушка стоит и мест свободных нет бабка говорит внучек ты бы встал мужик вызывает себе направление жиска и говорю я не могу больше жить в этой квартире ну почему вы не можете жить он говорит видите что там во дворе женская баня хорошо ну и чем проблема ну говорит вот ведь окно там вот напротив моего окна вот видим ну вот смотрите чуть нет ну-ка на диванчик саньте так видите нет ничего не видите так а на шкафчик залезть и так вот уже что-то вижу а вы тянитесь тянитесь к окошку вот вот еще 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 тут хуяк упал вы тут видите а я так каждый день мужик пошел в баню смотри там наркоманы совет разгоняется он год ребята продайте травки то они говорят на возьми это если трава голимая деньги вернем хорошо забил косяк выкурил 0 2 забил выкурил 0 3 блядь пойду сейчас нахуй деньги обратно возьму подходит наркоману ребятами короче вы заебали бы трава голимая деньги давайте назад тебя да пошел ты нахуй побежали он за ними были они в машину такси тормознул тоже за ними были они влез машина за ними в лес хуяк заехали блять на опушку он смотрит блять нихуя блять нету блять и съебались наркоманы но тут шофер поворачивает голову слушать а ты голый же ёпта как-то мне деньги будешь давать то тут такой да нет у меня денег пошел нахуй из моей машины выкинул его то стоит вроде в лес блять темно дождь пошел что делать-то ну выдах посрубали пристроился под кустик вдруг голос мужик ну ты заебал блесрать в парилке то двое новых русских приехали в сауну не значит говорят холодно короче нужно пару поддать банщик сейчас будет вы пока пейте тут водочку с бабами туда-сюда и все будет будет пар ну вот те пьют и кричат пару поддай пару поддать вы да 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 все будет все хорошо но через полчаса не видит но готова готова открывает дверь в парилку того чили дина такие и ней может очень ебанулся а где парта он такой новый русский построил себе дом привел друзей водит их показывается вот картину мне нарисовал растропович вот эту картину нарисовал мне гергиев один не выдержит колен ты чего они же этим были музыканты вова когда человеку говорю рисуй он были рисует в жопу 600 врезается запорожец и 600 выходит 4 амбала и запорожец выходит старенький дедушка с автоматом калашникова а и где-то мы все поняли час разъезжаем стоять на 1 2 рассчитались где-то чё ёбнулся хуяк сочи хорошо 1 2 1 2 теперь первые номера и будут жопу вторых я хочу блин ёбнулся хорошо первые номера от ебали вторых поэтому поехали стоять или вторые номера и будут жопу первых они танцуют где-то садится в запорожец собирается уезжать они танцуют и говорят нет блять на хуй не представляешь какую-то и беду на себя накликал потому что мы банда где-то откроет окошечко какая нахуй блебанда вы блять шайка пидорасов были звонок на радиостанцию диджей снимает трубку в италии чем могу помочь на том конце женский голос дорогой у меня есть одна большая мечта я бы очень хотела встречаться с модным российским певцом диджей да что вы девушка не женское это дело встречаться с модным российским певцом пидорас приходит в колбасный отдел и говорит колбаски мне можно 200 граммов и вот просто вам порезать у меня же жопа не копилка ну что же пришло время прощаться мне остается только напомнить мужики не нажирайтесь нажрались не бросайте друг друга бросили переверните на живот чтобы ваш друг не захлебнулся рвотной массой блевотины пока